Понимаешь, я не могу тебе сказать точку отчета, начала там своей жизни, да, то есть я не буду врать, не скажу, что я помню, как я родился, помню, как я, значит, вылазил, помню доктора лицо, нет. Я не могу вспомнить, когда меня конкретно переклинило, да, на тему того, что я хочу попробовать добраться до нормальности, хотя бы до нормальности. То есть есть разные пути, есть, когда человек, вот он с рождения, он рождается и понимает, что вот, значит, вот так должно быть. И ему повезло, да. Есть люди, которым, ну, помогают различные способы, вот мне помогли, я получил травму, как там врачи говорят, несопоставимую с жизненными ресурсами организма и так далее. Короче, я кучу раз травмировался до тех пор, пока я не устал от этого. Ну, то есть я травмировался достаточно серьезно, как это называется, спортивные, да, травмы уже? То есть я как профессиональный спортсмен травмировался. Это ненормально. Вообще любая травма – это не договоренность с собой. То есть человек не может с собой договориться, он хочет чего-то большего. Сейчас это невозможно. И он начинает, значит, панику наводить. Ну, я получил урок и не сделал выводов сразу. И когда вот меня стало припирать, конкретно, я стал потихонечку, потихонечку… Вначале учился я себя любить, свое тело. Себя, громко сказано, свое тело. То есть не просто мазать ручки кремом и ножки кремом, а действительно понимать, почему мы живем в таком состоянии, что мы будем жить вечно. Мы реально забываем, что мы смертны. И у меня один раз была ситуация, когда я понял, что, ну, все, я как бы на определенном пороке нахожусь, да. Вот если я сейчас, значит, переплываю, перехожу, то это уже не я. Либо надо сделать вывод и остаться. Мне повезло, мне разрешили побыть здесь. И теперь я, конечно, забываю, что человеческая жизнь, она ценна. Ну, мы все выпадаем из этого. Ну, не все, а есть люди, которые помнят. Но я постоянно стараюсь себя к этому вернуть. И с этого момента я начал заниматься телом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот. И я начал, да, заниматься телом, физически. Ну, и так как я фанатичен, я быстро достаточно добился определенного результата. Сейчас я помогаю другим. Вообще, вообще, у меня долго было сопротивление, что я не имею права преподавать. И я впервые вот об этом рассказываю, ну-ка, на камеру. И вообще, я долгое время думал, что я недостоин. Что многие вокруг меня знают лучше. Но с определенного момента, благодаря людям, которые меня окружают, мудрым людям, я понял, что все это полная ерунда. Да? Это всего лишь мои собственные комплексы и проблемы были. Нельзя быть самым умным на земле. Всегда найдется там Шелдон Купер или какой-нибудь русский математик, сидящий у себя дома. Нельзя быть самым красивым, самым любящим. Потому что нету вот у этих понятий самого. Есть тысячи миллионов способов. И я просто еще один танкер, ну, паровоз, метеорит, да, который двигает людей. Это моя задача. Я ее ощущаю. Я не стараюсь изменить чью-то жизнь, подходя к человеку. Я стараюсь изменить свою жизнь. И человек, если ему нравится, он идет со мной. Кому что-то не нравится, он должен выбрать другого, если ему хочется в этом. Поэтому я начал преподавать, потому что мне сказали преподавать. Мне было, ну, это как часть служения. Мне было очень тяжело психологически. Потому что люди чему-то... Я всегда думал, что люди у меня научились чему-то. А потом я это убрал и считаю, что я классный преподаватель сейчас. Правда. Я просто очень люблю... Я очень люблю свое дело. Я чувствую? Я чувствую? Наверное, вдох. Выдох. Чувствую? Я чувствую? Я чувствую? Может, я не чувствую? Я чувствую? Может, я не чувствую? Может, я в зале чувствую? Простянутый человек очень добрый человек. То есть... Это объясняется просто. Когда ты владеешь физическим телом, более-менее, на каком-то уровне, ты уже увереннее себя чувствуешь. И в тот момент, когда человек начинает быть уверен в каких-то вещах, в движении, в дыхании, в возможности совершить то или иное действие и понять, что оно получится, ему становится проще. И, естественно, от этого массируется, ну, и другой орган, очень важно. То есть можно идти от внешнего внутреннего, можно идти от внутреннего к внешнему. А я... Да, я выбрал, я выбрал, я вот хочу эту форму открытости. И от внутреннего, и от внешнего. То есть... Очень важно не отрицать ничего. Вот вообще. Все, что происходит, особенно то, что подрывает твои устои. Да, это научил меня мой брат, это рассказывали мне мои наставники, мастера. Да, как только мы начинаем отрицать, отрицалово, это конкретная вещь вообще. То есть мне не нравится эта книга, допустим, да, потому что я живу по другой книге, да. Я отрицаю ее, я не знаю, что здесь написано. Но я в этом живу, и если я отрицаю определенный вид знаний, и руководствуюсь только маленькой частью, я очень закрыт. Я открыт в этом, я могу быть там супер-мега-знающим человеком, но это лишь только для чего-эго потешно. А могу видеть ситуацию в общем. И когда знания приходят, не надо отказываться. Когда возможности приходят, не надо отказываться. Другое дело, мы обманываемся очень часто, мы себе, мы начинаем верить, что это, вот это-то возможности, понимаешь? Вот сейчас они когда, и там трудности, стена такая, там гора, да, ты плывешь, у тебя лицо все в крови ободрался, там, за тобой волки бегут. И ты говоришь, вот, это же самый легкий путь. А надо было просто, просто развернуться, просто услышать, там, не знаю, голос близкого человека, голос постороннего человека на улице. Свой собственный, ладно, эти голоса, свой собственный внутренний, голос. Мы всегда впадаем в состояние такой, благость, второе слово, обратное. Ну, безумие, назовем его так, безумие. Вот мы всегда плаваем. Редко кто может находиться там посерединке. Мало кто может находиться в благости, много кто в безумии находится. Ну и в безумии находиться... Человек перестает замечать, что он в безумии, он не отслеживает. Ему кажется, что это уже норма. Да, и все. Не то, что мы злые-то, да? Нет, дело не в этом. Просто мы не знаем, как это по-другому. Мы живем вот здесь сейчас, мы не видим, как можно развернуть это все на... Я не могу сказать, 36 градусов, это миллион с чем-то. Мы хапаем не по возможности. Мы отдаем не по возможности. Мы живем не по возможности очень часто. Мы... Мы забыли, что такое действительно радоваться. Простым вещам. Люди мерят сейчас айфоны и... Что там еще есть? У меня верту китайскую за полторы тысячи. Но мне просто понравилась клавиатура. Мы... Если грубо сказать совсем... Мы не живем, мы выживаем. Человек сейчас выживает. Очень часто люди говорят, Бог меня там забыл, там Вселенная, она не права ко мне. Я хороший. Ну, ошибка. Я хочу, чтобы все услышали это. Вы ошибаетесь. Вы сами виноваты в том, что вы делаете. В каждом вашем шаге вы виноваты сами. И в том числе такой человек, у которого берут интервью, и такой человек, который лежит на помойке, мы абсолютно одинаковы в возможности. Есть различные модификации, да, как можно сравнить с компьютером, да, различные модификации. Там у кого-то Ай-145, у кого-то Ай-15. Это не значит, что он тупее или умнее. Это просто разные функции в функционале Вселенной. Но суть одна. Человек должен быть человеком. Это твоя фраза, это фраза, которую я слышу постоянно везде. Человек должен быть человеком. Как только мы жалуемся, мы скидываем ответственность, и мы уже... Ну, какой взрослый человек? Сейчас взрослые не могут взять ответственность за себя, а рожают детей, а заводят за жену. И вот два ребенка встретились, у них случилось что-то, и да, они в шоке. Вау! И родилась третья. Вау! Что делать с этим? Постоянная шоковая терапия. И потом глаза застилаются, человек говорит, ну ладно, сейчас, все будет нормально. Все, что мы там... А процесс сам не получается, ну, удовольствие не получает процесс. Вот осознанный человек, он в процессе, находясь, он получает удовольствие. Фрустрация, она происходит, но она происходит с удовольствием. И не такая болезненная. Надо почувствовать, что необходимо, действительно. Вот в этом есть сложность. Отделить. Отделить излишне? Да, излишняя сложности, вот... Это, видно, я отрабатываю какие-то моменты. И люди вокруг тоже, они любят сложность. И притягиваются для того, чтобы я это увидел. Я потихонечку, спокойно, без фанатизма, убираю. Убираю момент того, что здесь и сейчас любовь, но я должен... Что за ерунда? Я должен только себе. Одну функцию. Раскрыться перед вселенной. Все. Раскрыть себя. Больше ничего никому не должен. Да? Вот так. Раскрыть себя. Раскрыть себя.